Как на пороховой бочке. Хронология громких чрезвычайных происшествий на военных складах в Казахстане. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Перед началом хотел бы попросить вас обязательно подписаться на канал и прожать палец, мне нравится. Ну а мы начинаем. В Жамбылской области 26 августа 2021 года взорвались боеприпасы в воинской части близ Тараза. Это уже восьмое подобное происшествие за последние 20 лет. Спустя два года после взрывов в Арыси в соседней Жамбылской области произошла похожая трагедия. Взрывы на территории воинской части 28349 в Байзакском районе начались 26 августа вечером. До этого там был пожар. По предварительным данным пострадали 90 человек, солдаты части, а также спасатели и пожарные, которые бросились им на помощь. В больницах находится 28 человек, из них шестеро в тяжелом состоянии. Более 60 раненых отпустили по домам на амбулаторное лечение. По последним данным в результате взрыва погибли 9 человек. Сотрудники МЧС, военные и пожарные, задействованные в ликвидации ЧП. Население трех близлежащих сел было эвакуировано в Тараз. В пятницу люди уже начали возвращаться в свои дома. По информации из открытых источников, это уже восьмой подобный взрыв в Казахстане за последние 20 лет. Из них четыре произошли в Арысе. Взрыв поселки Токрау. 8 августа 2001 года около 16 часов дня в поселке Токрау, что находится в Карагандинской области, прогремели взрывы. Тогда загорелся самый крупный в стране склад боеприпасов со снарядами и минами советской армии со времен афганской войны. Также близ поселка в 18 подземных хранилищах были складированы авиационные бомбы и артиллерийские боеприпасы. В частности, реактивные снаряды для установок залпового огня ГРАД. Тушением пожара руководил министр обороны Казахстана Сад Токпакбаев. Уже первые часы после начала пожара он на вертолете облетел горящие склады, чтобы оценить масштабы бедствия. Личный состав части и жители поселка в общей сложности более 1300 человек были немедленно эвакуированы. Территория вокруг складов в радиусе 10 километров сразу же была оцеплена полицейскими и военными. Штаб по ликвидации последствий ЧП был развернут в 35 километрах от станции Токрау. Нынешний глава государства Касым Жамар Токаев тогда был премьер-министром Казахстана. Он распорядился расположить эвакуированный в городе Балхаш. Взрывы в Токрау повредили опоры ЛЭП, разрушил железнодорожные пути и единственную водонапорную башню. Информации о погибших и пострадавших нет. Точные причины инцидента неизвестны. Однако заместитель министра обороны Казахстана Айткали Исенгулов предполагал, что это могла быть диверсия. Кто-то попытался с помощью огня скрыть факты незаконной продажи оружия и боеприпасов, которые хранились на армейских складах. Первые взрывы в Арысе. Спустя почти 8 лет после первого ЧП 20 марта 2009 года на складах Каз Арсенал загорелись взрывчатые вещества, за которыми последовало 3 взрыва. Отмечается, что тогда в воздух взлетели предназначенные для утилизации боеприпасы. В результате взрывов погибли 4 человека. От 16 до 17 человек получили ранения. Также были повреждены дома, уничтожили несколько машин. В то время министром обороны был нынешний Аким в Восточно-Казахстанской области Данила Ахметов. Причиной ЧП назвали грубейшее нарушение техники безопасности. Тогда эксперты говорили, что руководство Каз Арсенал нанимало безработных из города Арыси и близлежащих населенных пунктов. Им платили по 400 тенге в день. За эти деньги человек должен был разобрать 20 снарядов. В августе 2009 года суд приговорил руководство Каз Арсенал к различным срокам лишения свободы. Три месяца спустя снова рвануло. В июне 2009 года в поселке Караой, что расположен в Ильиском районе Алма-Атинской области, на складе боеприпасов програничной службы КНБ раздался взрыв и произошел пожар. Огонь начали тушить только через день после того, как стихли взрывы. В результате ЧП погиб 20-летний военнослужащий срочной службы. Николай Овчаренко оказался под завалами из-за обрушения наружной стены склада. На месте происшествия был создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации из представителей территориальных органов МЧС Акимата Ильиского района военно-следственного управления Минобороны военной прокуратуры Алма-Атинского гарнизона УВД района. Приступить к тушению пожара специализированные службы не имели возможности из-за продолжительных отдельных взрывов 30-мм боеприпасов БМП-2 и стрелковому оружию. В то время Данила Ахметов все еще был министром обороны. Из зоны возможного поражения осколками снарядов была произведена эвакуация 46 семей, а также 120 военнослужащих из территории части. Акимат развернул полевой лагерь для ночлега и организовал питание эвакуированных семей села Караой. Впоследствия ЧС ликвидировали 157 человек, в том числе 63 сотрудника МЧС, использовавших 40 единиц техники. В октябре 2009-го был задержан подозреваемый во взрывах экс-начальник склада Ракетно-артиллерийского вооруженного военного института КНБ, сержант контрактной службы Евгений Хоменко. Месяц спустя его приговорили к трем годам лишения свободы. Следствие установило, что 29 мая 2009 года Хоменко похитил 29 автоматных патронов калибра 5,45, а спустя 10 дней в помещении вверенного ему склада начал показывать солдатам-срочникам, как горит петарда Корсар. Он поджег своей зажигалкой петарду, которая в свою очередь вызвала пожар и взрывы боеприпасов на складе. Как на пороховой бочке. 27 августа 2013 года в Жамбылской области, недалеко от станции Аттар, при утилизации боеприпасов взорвались пороховые заряды. 8 человек получили сильные ожоги, четверо из них скончались. В разных источниках указывают от 7 до 12 пострадавших. МЧС Казахстана сообщило, что ЧП произошло в пункте по утилизации боеприпасов на территории акционерного общества «Казахвзрывпром» в 17.20. В цехе по расфасовке пороха произошло возгорание пороховых зарядов с последующим взрывом. Пожар потушили за 7 минут. Были задействованы 8 человек личного состава и 2 спецмашины пожарной службы. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Тогда министром обороны был Адельбек Жак-Избеков, сейчас глава АО «Кастрансгаз». Позже военная прокуратура гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия». Следствие установило факт злоупотребления должностными полномочиями при вводе в эксплуатацию модуля механического распатронирования в пункте утилизации. Нарушение правил техники безопасности на взрывоопасных объектах, промышленной санитарии и иных правил охраны труда. Виновных по факту взрыва на заводе боеприпасов в Атаре осудили на 5 лет лишения свободы. Среди них был начальник департамента утилизации Аракеев, инженер-технолог филиала Центра утилизации «Казахвзрывпром» Орлов, начальник ПУ-1 станции Атар Гурьянов. Взрыв на юге Казахстана. Не прошло и года после последнего взрыва, как на юге Казахстана снова прогремели взрывы. На этот раз опять в Арысе. Все случилось 26 июня 2014 года. На предприятии по утилизации боеприпасов взорвался порох без дальнейшего пожара. В результате ЧП погибли двое человек. Один получил ожоги, но от госпитализации отказался. Тогда семьям погибших было выплачено по миллиону тенге, пострадавшему 200 тысяч тенге. Причины случившегося и имени виноватых остались неизвестными. Тогда министром обороны был Серик Ахметов, которого позже осудили за коррупцию. И снова Арысь. 8 ноября 2015 года недалеко от Арыси на полигоне во время уничтожения отходов произошла детонация взрывчатки. В результате погиб технолог, еще один сотрудник пострадал. Причины трагедии неизвестны. Министром обороны тогда был и Мангали Тасмагамбетов. Самое громкое ЧП в Арысе. Четвертый за 20 лет взрыв в Арысе произошел 24 июня 2019 года. Около 9 утра в воинской части, расположенной рядом с городом, прогремела серия взрывов. Напуганные жители в панике покидали свои дома. От взрыва по городу разлетелись боеприпасы. Сообщалось, что с 16 улиц Арыси военные собрали 70 неразорванных снарядов. Многие из них находились в домах. Тогда погибли 3 человека. За медицинской помощью обратились более 400 человек. Было повреждено 7634 дома. Около 500 оказались непригодными для проживания. Город поделили на сектора и закрепили за разными областями Казахстана для ремонтно-восстановительных работ. Судебный процесс о взрыве боеприпасов в Арысе начался в мае 2020 года. На скамье подсудимых оказались 16 человек – военнослужащие воинской части в Арысе и высокопоставленные чиновники из Министерства обороны. Уголовное дело состояло из 550 томов. Потерпевшими по делу признались 1473 человека. Судебный процесс завершился 26 июля 2021 года. 12 подсудимых приговорили к лишению свободы от 4 до 10 лет. Еще четверо получили условные срока, руководящие составы Министерства обороны и воинской части признаны виновными в халатном отношении к службе. В неприятии мер по контролю за выполнением служебных обязанностей и нарушение правил обращения с боеприпасами. После этого ЧП в ходе рабочей поездки в Арысе глава государства Касым Жамар Такаев подчеркнул, что мы ни в коем случае не должны допускать повторения подобной ситуации. Это очень важный вопрос, он будет находиться на моем личном контроле. Тем не менее, спустя два года на юге Казахстана снова взорвались боеприпасы. В нынешней трагедии погибли уже 9 человек и еще двое пропали без вести. Отметим, что после недавнего взрыва было самое большое число жертв за все 20 лет. Ну а что вы думаете по этому поводу, обязательно напишите в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, если вы впервые. Прожимайте палец, мне нравится. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать следующий выпуск. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч.